Отопительный сезон со звуковым сопровождением. Подача тепла в квартире на улице Лескова обернулась для жителей настоящим кошмаром. По непонятной причине, после того, как в доме дали отопление, в одной из квартир начали страшно шуметь и вибрировать батареи. Постоянный звук просто не дает жителям покоя. Кубы, они сильно вибрируют. Вот так рукой вот трогаешь и чувствуешь вот эту вибрацию. Я вот, вы знаете, я вот так вот заделываю батареи, чтобы маленько стало в комнате потише. Вот с всякими вот этими приспособлениями нехитрыми, в надежде на то, что хотя бы сколько-нибудь это погасит вот этот вот шум. Вот так как шум проходит через стены, через пол, вот эта вот вибрация, она наполняет всю квартиру. 25 сентября дали отопление вечером и появился сильный шум в батареях. С горем пополам шум большой сняли в нашей квартире, но у нас осталась вибрация. Я бы вам хотела показать, какой у нас звук был от батареи. Дома слышно работающий насос. Он весь в воздухе закладывает уши. У нас шумят стены. Вот сейчас если к стене вот так вот ухо прислонишь, там слышно шум. Там как будто льется вода. Сильно болит голова, прям мигрень. Причем он такой неоднородный, он постоянный, он как насос работает. Мы всей семьей переехали в одну комнату. Все кровати перетащили сюда. Открутили батарею в надежде на то, что в тишине хотя бы будем спать. Но это нам нисколько не помогло. Вот мы платим за обслуживание площади и за отопление. В этой комнате у нас отопления нет. Я вот в Роспотребнадзор писала. Из Роспотребнадзора приходили, но в децибелах шума не замерили, потому что шум у нас совсем другой. И в децибелах этот шум не замеришь. Он сказал, я вот слышу эту вибрацию, но мои уши к прибору не приложишь. Нигде мы ничего правды не можем найти. Ходим, оправдываемся, как будто мы преступники. Почему-то работники нашей обслуживающей организации сказали, что мы им только проблемы создаем, что ни у кого нету, только у нас. Говорит, у вас тихо шумит. Наверное, не хотят тратить деньги на дополнительное оборудование, потому что, опять же, нужен шумогаситель, а шумогаситель он стоит дорого. То есть если на обычный насос, на маленький, шумогаситель он стоит пару тысяч, а на целый дом, на пятиэтажный, он стоит 70 тысяч. Опять мы с этим шумом, опять останемся, нигде добиться ничего не можем. В управляющей компании заявляют, что жителям помочь они вовсе не отказываются. Они даже заменили в квартире абсолютно исправно работающий батарей. Но источник шума для них самих остается загадкой. Мы провели ряд мероприятий на системе отопления. Поменяли какое-то оборудование, произвели там на замену. Причем, я еще раз говорю, оборудование действующее, работающее, находящее в технически исправном состоянии. Элеваторный узел, который, ну, вы сами понимаете, совсем без шума данное оборудование, оно работать не может, поскольку там проходит движение воды. Если экспертиза покажет, что там уровень шума больше, чем это требуется, тогда мы будем еще какие-то, значит, меры применять.